Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами приготовим муссовый торт, в составе которого апельсиновое конфи с клюквенным ликером, апельсиновое креме и мусс на основе темного шоколада. Как всегда, начинаем приготовление с бисквита. К просеянной муке присоединяем какао-порошок, разрыхлитель и перемешиваем сухие продукты до объединения между собой. К сливочному маслу комнатной температуры всыпаем сахар и взбиваем с помощью миксера до состояния легкой пышности. Далее по одному поочередно вводим яйца комнатной температуры. Теперь в два этапа вводим сухие ингредиенты. Добавили сухую смесь, после вводим молоко комнатной температуры. Тесто перекладываем в кольцо или в форму диаметром 20 сантиметров и выпекаем бисквит в заранее разогретой духовке до 170 градусов 20-25 минут. Готовность бисквита проверяем с помощью деревянной шпажки, после чего даем полностью остыть. Переходим к приготовлению начинки. Замачиваем желатин для обеих слоев и даем время набухнуть. Готовим апельсиновое конфи с ликером. В сотейник с толстым дном соединяем апельсиновое пюре, сахар, кукурузный крахмал. Перемешиваем тщательно до однородности. Ставим сотейник на плиту и при постоянном помешивании варим массу до легкого загустения. Теперь присоединяем клюквенный ликер, перемешиваем и следом распускаем в массе набухший желатин. По центру в кольце диаметром 18 см устанавливаем кольцо диаметром 10 см, выливаем начинку и убираем в морозильную камеру. А тем временем будем готовить креме. Соединяем сливки с молоком и доводим до кипения, но не кипятим, чтобы сливки не свернулись. Сахар соединяем с яичными желтками и растираем до однородного состояния. После чего, не переставая помешивать, вводим горячую молочную смесь. Яично-молочную смесь выливаем в сотейник с толстым дном и при постоянном помешивании доводим массу до кипения и легкого загустения или до температуры 70-75 градусов. Снимаем сотейник с плиты, сперва присоединяем апельсиновое пюре комнатной температуры, следом распускаем в массе набухший желатин и для получения однородной эмульсии пропускаем через мелкое сито. На схватившийся слой из апельсинового конфи выливаем креме и убираем в морозильную камеру до глубокой заморозки. До сборки торта начинка должна быть заморожена в камень. Готовим мусс, замачиваем желатин в холодной воде и даем время набухнуть. Молоко доводим до кипения, но не кипятим. Сахар соединяем с яичными желтками и растираем до состояния однородности, после чего при постоянном помешивании вводим доведенное до кипения горячее молоко. Заварную основу нам необходимо довести до легкого загустения или до температуры 70-75 градусов. При наличии пирометра или же термометра можете им воспользоваться. Довели массу до загустения, теперь добавляем темный шоколад, активно перемешиваем, не давая шоколаду свернуться, после чего распускаем в массе набухший желатин, пропускаем через сито и даем остыть до комнатной температуры. Очень холодные сливки взбиваем до состояния мягких пиков. Начинаем взбивать на минимальной скорости миксера, постепенно увеличивая скорость до максимума. И следом вводим остывшую шоколадную заварную основу. В силиконовый молд сперва выливаем половину порции мусса, выкладываем замороженную начинку апельсиновым конфи вниз, поверх начинки распределяем оставшийся мусс и утапливаем бисквит. Бисквит предварительно уменьшаем до диаметра 18 сантиметров, вырезав центр диаметром 10 сантиметров, после чего убираем торт в морозильную камеру на 10-12 часов. Замороженный торт покрываем шоколадным велюром. Рецептурой и техникой я с вами поделюсь уже в следующем видео. Я с вами не прощаюсь. Как всегда, желаю вам вкусных, а также творческих идей. И до встречи в новом видео!